Всем привет, мои дорогие! Сегодня 7 марта. Я уже иду на йогу без макияжа. Только крем нанесла. Уход, защиту. И всё. И губки накрасила. Вы знаете, что я вижу опять впереди? 7 марта. Прошло более месяц после сладчастного 1 метра 7. Но ничего у этих людей не поменялось. Сейчас покажу. Покажу со стороны, потому что потом будет неудобно. Видите? Те же палатки. Те же палатки. Страх людей не проходит, хотя уже всё позади, мне кажется. Всё, что плохое, прошло. И уже эту тему не хочется поднимать. Смотрите, такая прекрасная погода. Солнышко. Хочется жить и радоваться жизни. У меня такая привычка дурацкая. Я всегда опаздываю. Как говорят начальства, всегда опаздывают. Как бы рано я не проснулась. Вот сегодня я проснулась. Знаете, во сколько? В половине восьмого я всё равно задерживаюсь. Не опаздываю задерживаюсь. Вот они устроились так, люди. Видите? Не хотят спать совсем дома. Здесь живут завтра, готовят уже все соседи. Вот так вот, мои дорогие. Сижу на островке. Здесь, наверное, что-то будут строить. Тут видите, как у нас наше место основное. Всё закрыто. Вот видите, домик впереди. Вот так вот будет выглядеть после окончания стройки. Я не представляю, что это может быть, что там за лежаки такие. Но наш мэр так решил сделать для людей такую зону отдыха. Смотрите, как чудесно на набережной. Никого нет почти. Боже, какое счастье жить под спокойным небом и на спокойной земле. Земле, нашей любимой земле. Ой, где мои девчонки позвонили, что они тоже задерживаются. Ну и я и опаздываю. Вот вы знаете, что в жизни не надо делать важности из всего. Я же чаще читаю трансерфинг по одной главе. Стараюсь ставить цель и выполнять её. И вот как бы мне трудно не было со временем, я вот взяла себе в руки. Потому что действительно эта книга меняет мышление. И чтобы достичь своей цели, нужно испытать шелест утренних звёзд. Ну, об этом я потом вам расскажу. Знаете, что это значит вообще? И намерение поставить, ни желание, ни мечту намерять. Вот в прошедшем времени проживать в этом желании своём. И затем не стоит важность, то есть с ума не сходить. Подумала слегка, выбросила своё желание во Вселенную. И всё. И думать нужно, проживать каждый день, визуализировать. И насчёт шелеста утренних звёзд. Что это такое, друзья? Вот когда вы какое-то решение вам нужно принять, да? Допустим, пойти мне сегодня на свидание или нет. Вот первое, что вам приходит, и нужно прислушиваться к этому. Я привела просто пример. Или купить мне эту книгу или нет. Вот прям то, что вам подсказывает интуиция в первые секунды, это будет самое правильное. Потом нужно, допустим, конкретизировать ещё, подумать. А мне будет комфортно, а мне хорошо. Как душа тебе? Комфортно, хорошо? И тогда разум чуть-чуть присоединяется. Но первую секунду вам ответит душа. А потом уже подсоединится разум. А если я не пойду? А если я пойду? А если... А если поэтому? Даже когда вы покупаете платье. Вот вам понравилось с первого раза? Всё, берите. Не нужно думать, где вы его потом оденете, а как вы потом будете выглядеть в нём. А вдруг оно вам короткое? А вдруг оно вам длинное? Вы понимаете? Ваша душа всё вам расскажет. И всё подскажет правильно. И любой человек может всё сделать сам. Вам надо только этого очень захотеть. Всё можно изменить. Всё. Я вот сейчас с этим землетрясением нарушила свою работу с трансерфингом. Сейчас я буду брать себя в руки. Следить за каждым моим движением. Не то, что прямо себя постоянно контролировать и всё. Но были такие моменты, когда я подалась маятнику. Вот это маятник. Вот это паника. Когда я слушала других людей. Когда я всё смотрела. Эти программы. Это меня ухудшило моё состояние. Я потеряла энергию. Видите, девчонки мои идут. Девчонки мои идут. Так вот, мои дорогие. Каждый человек может изменить свою жизнь. И не обязательно, чтобы он вырос в богатой семье. Звездой какой-то. Всё в наших руках. Всё, девчонки, я отключаюсь. Я буду ждать своих красавиц. Вот наше морешко. Столько рыбацких лодок. Столько рыбацких лодок. Друзья мои. Кто-то ещё занимался лёгой. Хорошая сегодня погода. С наступающим вас 8 марта. А может, вы посмотрите уже, когда пройдёт этот 8 марта. И поздравляю наших красивых, моих красивых девочек всех. Любви вам, счастья, мира, покоя. Я пошла домой. У меня сегодня очень важные дела. Посмотрите, что мне подарил мой муж. Вот такой букетик. Чем я занимаюсь? Кушаю. Индера нет. Меня аж потемнело в глазах. Не то, что потемнело. Голова постоянно кружится. Оказывается, я голодная была. А я была таким делом занята. Поэтому не могла отвлечься. Что у меня здесь? Мой муж бы сказал, бурда. Но я вам сейчас покажу. Здесь у меня фасоль. Яйцо. Шпинат. И... Кто это пришёл? Шпинат и ветчины. Так, кукуриный рулет. Это был Капычи наш. Он пришёл за мусором и мужа хотел. Сейчас я покажу, что я приготовила для мужа. Ну, вот так выглядит моё блюдо. Знаете, что... Какой у меня рецепт? Что есть, то и поела. Фасоль приготовила для мужа. Тут жир я не буду кушать. И плов. Так что вот, мои. Хотела рыбу ещё пожарить. Там чуть-чуть рыба осталась. Потом, думаю, он не любит такие вещи. Или лобио, или фасоль. Вот что-то нужно. Сейчас покажу, чем я занималась. Ну, естественно, у меня был вебинар. Сейчас начало 9-го. Так вот, поздно я кушаю. Смотрите, мои дорогие. Да-да-да, я начала шить. Кто-то мне ещё там под одним видео старым сказал. Шиете, у вас хорошо получается, друзья. Я всегда выбираю сложные пути. Не знаю, почему. Ткань отвратительная. В каком смысле? Она туда-сюда ползёт. Во-первых, тут был брак такой. Вот где, вот тут на линии сгиба. Смотрите, тут белая полоса. Не хочу сейчас трогать. Видите, как отличается. Когда её распрямишь, прямо видно. Видите? Вот поэтому и дешёвые ткани тогда. Ну, как-то, как-то. По выкройке. Вон выкройки. Выкройка ходит туда-сюда. Ну, в общем, кошмар какой-то. Не могла никак сладить с моей. Это будет сарафанчик такой. Как он выглядит, сейчас покажу. Вот. Вот такой сарафанчик. Вот. Ну, действительно. Может, он будет и прозрачный, но у меня есть что-нибудь придумаю. Есть такая платье от Twix. От Twix я купила платье. И там есть такое подкладочное платье. Может, это подойдёт. Если нет, что-то придумаю. Но единственное, тут была длина метр тридцать. Мне показалось, она очень длинная. Метр тридцать. Это и так будет оно до полов, да? И я на метр двадцать. Видите, метр тридцать сначала. Рисую ручкой, потому что другими не видно ничего. Видите? И пришлось отрезать. Везде ползёт. Боже, ткань такая! Я даже не знаю, у меня верлока нету. Надо придумать что-то здесь за пошивочный шов, если получится. У меня такая мысль пришла, чтобы гладенькие швы были. И вот так я их соединю. Ну, вот и вторая часть будет скоро. Сейчас покушаю. И прям так захотелось. Весна пришла. Столько тканей. Я их все постирала, перегладила. Готовы они к шитью. Так что я очень довольна. Готовлю завтрак Ашкиру Хачапури. 8 марта готовлю ему завтрак. Привет, мои дорогие! Чем я занимаюсь? Я готовлю ужин очень вкусный. Вы знаете, что в последнее время я стала просто кушать вот так и станок. Мавиш любит, и я полюбила. Здесь у меня салатик. Здесь зелень помыта. А здесь зелень для Мавиша Ашкин приготовил. А здесь у меня жарится рыбка, парабулька. И здесь я приготовила плов. Вы мне пишете такие приятные сообщения. Светлана, вы такая хозяюшка. Спасибо, мои дорогие. Да не идеальная такая хозяйка. Ну, с голоду не помрет мужчина, который рядом со мной. Вместо плова я вот так сделала морковочку, чуть-чуть, видите? Решила приготовить все вместе. Знаете почему? Потому что я узнала, что бургур можно при еде. И я расслабилась. Конечно, гречку так соскучилась по гречке. Если, наверное, поеду в Батуми, то 5 кило куплю. Вот такие вот пилам, мои дорогие. А также, чем я занимаюсь? Да-да, вы догадались, я шью. Хочу поделиться с вами. Вот такой вот у меня вышел красивый сарафан. Он еще в процессе. А самое главное, знаете, что мне понравилось? Вы видите шов. Ткань такая тонкая, красивая ткань. И, естественно, чтобы... У меня нет оверлока. Зигзагом делать это некрасиво. И я везде прошила за пошивочный шов. То есть, 4 разреза и 4. Он такой в пол, красивый, пышный. В общем, мои дорогие. А тут еще на спинке, знаете, какой фасон? Вот я вот не могу разобраться, что там в турецком пишет. Как-то сама додумываю. Вот. Здесь у меня сзади будет такая оборка, кулиска. Вот как я ее сделаю, это все попозже. Впереди будет ровненько, а сзади будет кулиска. Кулиска будет здесь такая, кулиска, это где резиночка проходит, да, внизу, внутри. И оборочка вот такая красивая. Ну, естественно, тут должна была быть до сюда разрез. Я это не сделала. Я же жена мусульманского мужчины. Поэтому не нужны мне разрезы до попы. Вот такие вот у меня дела, мои дорогие. Тут осталось мне вот раскроить. Раскроить осталось мне, что, оборочки. Да, вот такая вот будет оборка. Две таких надо вырезать. Три таких. А видите, какой у меня ткань? Она такая бракованная. Вот, если вы видите, да. Все спорили с мужем, какое лицо, какая изнанка. И вот, я так и догадалась, что вот это изнанка. Хотя красивая ему понравилась. А вот мне нравится более, когда сиреневого побольше. Просто я такая довольна вот этой тканью. Внутрь она, конечно, просвечивает. У меня есть такое платье такое. Подкладочное специально. Я буду его носить, оно белого цвета. Вот такие вот у меня дела, мои дорогие. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok